Девушки отдыхают Выхода не было, мы могли утонуть Сегодня огромный круизный лайнер лежит в том же месте и положении, что и после столкновения более года назад Теперь ведущие мировые эксперты разрабатывают самую смелую и дорогостоящую операцию по поднятию за всю историю человечества Это самая масштабная операция по поднятию судна, которая когда-либо проводилась Мы постараемся сдвинуть объект размером с небоскреб Водолаза рискует жизнью Судно может сдвинуться в любое мгновение и вытянуть их под воду вслед за собой Это подробный рассказ тех, кто находился на борту во время крушения лайнера Коста Конкордия Операция по поднятию судна на поверхность уже началась Крушение Конкордии, свежий взгляд изнутри Год спустя Коста Конкордия все еще лежит на боку Коста Конкордия длиной почти 300 метров и весом 114 тонн стала самым большим круизным лайнером, потерпевшим крушение С момента катастрофы команда водолазов, техников, спасателей и ученых решали, как лучше всего сдвинуть судно В итоге родился самый масштабный, дорогостоящий и смелый план по поднятию судна в истории человечества Для его осуществления понадобятся тысячи людей, тысячи тонн стали и бетона И более 400 миллионов долларов Оно должно стать последней главой в истории самого страшного кораблекрушения со времен Титаника Пятница, 13 января 2012 года, 7 часов вечера Круизный лайнер Коста Конкордия отплывает от порта недалеко от столицы Италии, Рима Туристы снимают отплытие на камеру Это начало недельного морского путешествия, включающего в себя такие города, как Барселона, Пальма-де-Майорка и Палермо Среди 4229 человек, находящихся на борту, молодожены Дэвид и Денис Саба из Майами, штат Флорида Я думал, это будет романтический медовый месяц, и что мы просто влюбимся в Европу Нам не терпелось попасть на этот шикарный лайнер Это должно было быть романтическим путешествием Конкордия – один из крупнейших в мире круизных лайнеров Она на 21 метр длиннее Титаника На ней 17 палуб, и она возвышается над водой более чем на 30 метров Конкордия может похвастаться театром, на 800 мест и четырьмя бассейнами Это просто магнит для туристов, плавающий город Некоторые из пассажиров – путешественники со стажем Мы совершали круизы более 75 раз У нас большой опыт в таких путешествиях Джорджа и Дин Ананайес из Лос-Анджелеса, штат Калифорния Путешествуют с дочерми Синди и Велери Это было путешествие моей мечты Красивая игра, да Оно должно было стать особенным В 2011 году морские путешествия совершили 15 миллионов американцев Морские круизы очень популярны Вы как будто оказываетесь в кинофильме Можно увидеть разные города, не покидая своих мест Конкордия – один из крупнейших лайнеров нового поколения Предназначенный для путешествия тысяч пассажиров – настоящий роскошь Принцип построения судна очень прост Очень широкий и длинный лайнер Вес которого компенсирует его невероятную высоту Несмотря на внешнюю громоздкость Такие суда очень устойчивы Конкордии требуется всего около 8 метров глубины Чтобы оставаться на плаву Это позволяет ей причалить к любому порту Средиземного моря Капитан судна 52-летний Франческо Скеттино До катастрофы он управлял лайнером уже 6 лет И не раз ходил по этому маршруту Капитан в ответе за любую мелочь Которая происходит на судне – это морской закон По-другому нельзя Вы не можете просто взять и снять с себя ответственность Что бы ни случилось, вы в ответе Движительно-рулевой комплекс Конкордии Включает в себя 6 дизель-генераторов Каждый размером со школьный автобус Их общая мощность составляет более 100 тысяч лошадиных сил Они вырабатывают электричество для двух огромных электродвигателей Которые вращают винты В 9 часов 15 минут вечера Конкордия находилась в пути 2 часа 15 минут В это время капитан Скеттино Направляет судно к крошечному островку Джилью Обычно круизы проходят недалеко от берега Все это, чтобы порадовать пассажиров Находясь в море в течение какого-то времени Вы понимаете, что смотреть на воду скучно Ничего интересного, только линия на горизонте А проход между островом и материком Позволит пассажирам увидеть огни Италии Как с правого, так и с левого борта Пока судно проходит по проливу Конкордия уже проходила этот путь Последний раз 14 августа 2011 года Однако на этот раз Скеттино решает провести судно Намного ближе к острову Специальный анализ, проведенный экспертами Морской академии Массачусетса Выявил подробности последнего рейса Конкордии При входе в пролив он ошибся в маневрировании Эти опытные капитаны тренируют экипажа со всего мира Используя данные, полученные из Конкордии Они анализируют ход кораблекрушения Минута за минутой 13 января Курс Коста Конкордии Данные получены с помощью автоматической информационной системы Каждое судно по закону обязано автоматически Передавать данные о своем направлении Скорости и положении в режиме реального времени Синяя стрелка указывает на положение судна В момент передачи сигнала Оранжевая на предыдущее 21 час 20 минут Пассажиры исследуют лайнер, снимая происходящее на видеокамеру Кейка Геста и Джастин Эванс Наслаждаются яркими вечерними представлениями Мы были в театре, смотрели представления Было очень красиво 21 час 43 минуты Судно идет со скоростью 16 узлов в час Неплохо, учитывая, что его вес более 100 тысяч тонн Конкордия идет со скоростью 18 миль в час Расстояние до острова Джили около 900 метров По мере приближения к острову Капитан начинает менять курс Давая команду права руля 21 час 44 минуты Конкордию отделяют от острова менее 200 метров Приближается мелководье За 30 секунд Конкордия уходит с глубины Всего 2,5 метра отделяют дно лайнера От скалистого морского дна Пассажиры тем временем не имеют Ни малейшего понятия о грозящей им опасности Мы пошли ужинать, сделали заказ официантки Через какое-то время она принесла первые закуски Судно должно резко повернуть направо Взять право руля Но, согласно данным, Конкордия шла слишком быстро Чтобы сделать это вовремя Лайнер продолжал идти со скоростью 15,5 узлов При изменении курса карма наклоняется влево Официантка вернулась Я откусила кусочек И тогда лайнер сталкивается с камнем Все начало трястись Сильнейшее столкновение Мы подумали, нам конец Крушение Конкордии Свежий взгляд изнутри Январь 2013 года Со времени крушения прошел год Команды техников и водолазов продолжают исследовать останки судна Коста Конкордия Чтобы окончательно разработать план смелой операции по поднятию Куда ни посмотри, везде постоянные напоминания об ужасе Которые испытали находившиеся на борту В ночь кораблекрушения На мгновение судно резко накренилось в сторону Все начало трястись Потом все задрожало Было похоже на землетрясение Будто земля уходит из-под ног Нос судна избежал столкновения с камнем Но, согласно данным о положении лайнера Его задняя часть накренилась И столкнулась с твердым гранитом Он пропорол судно словно консервную банку Образовав отверстие длиной в 49 метров На этих кадрах с капитанского мостика Видно, что экипаж в спешке Пытается оценить ущерб, нанесенный судну После столкновения с камнем Вода тоннами стала поступать в судно Худший кошмар инженера Суда не предназначены для плавания С такой огромной брешью в корпусе Мы не видели ничего подобного Со времен Титаника За сто лет прошедших со времени Столкновения Титаника с айсбергом Инженерная мысль не стояла на месте Корпус Конкордии поделен на множество Водонепроницаемых отсеков Согласно инструкциям, судно должно Оставаться на плаву Даже когда два отсека Полностью затоплены водой Судя по размеру бреши в корпусе Конкордии 49 метров Было затоплено три, если не все четыре отсека Конкордия быстро заполняется водой И начинает идти ко дну Судно накреняется Я достаю камеру И начинаю снимать На этих кадрах, снятых Дэвидом Сабой Видно, как сильно накренилось судно Слышно, как бьется посуда Как поскальзываются и падают люди Все резко начинает падать В голове мысль, что же дальше Мы стояли, и вдруг выключился свет Костя Конкордия Костя Конкордия столкнулась со скалой по левому борту А с этой стороны располагались дизель-генераторы Тяжелые генераторы расположены ниже ватерлинии Это придает судно устойчивости Адмирал Ричард Гурнон считает, что эту часть лайнера затопило вскоре после столкновения Как только отключается электроэнергия Это происходит через пару минут после затопления Когда соленая вода попадает на электрощиты Лайнер погружается во тьму На судне творится настоящий ужас Двигатели останавливаются Без электроэнергии Скорость судна начинает снижаться Неизвестно, сколько времени капитан Скетина Сможет держать управление лайнером в своих руках Скорость падает от 16 до 6,5 узлов Потом до 4-3-1, пока судно не останавливается окончательно Конкордия уносит в открытое море Расстояние до камня, с которым произошло столкновение Составляет уже более 400 метров Все были просто в ужасе Люди пытались встать на ноги и тут же падали Многие бежали к выходам Все толкались, пытаясь выбраться Все это напоминало действия фильма «Титаник» Был настоящий хаос Наконец включается аварийное освещение Вдруг из громкоговорителя раздался голос В связи с коротким замыканием, последствия которого ликвидируют Сказали, все в порядке, просто перебои с электричеством Но мы-то поняли, что что-то не так Происходит нечто непонятное И дело вовсе не в электричестве Тут что-то другое, они не говорят что В этот момент капитан должен был сказать «Всем собраться у спасательных шлюпок» Нужно было сохранять спокойствие Говорить что-то вроде «Возникли проблемы с электричеством, но для соблюдения безопасности пройдите к спасательным шлюпкам» Но капитан Скетина не дает такой команды 22 часа 34 минуты Конкордио отнесло от острова почти на 3 километра С неработающими двигателями судно находится во власти ветра и волн На лайнере Коста-Конкордио 13 уровней пассажирских кают Такое количество стальных конструкций, возвышающихся над водой, с легкостью поддаются ветру Ветер, дующий со скоростью 42 километра в час, разворачивает судно и медленно толкает его к берегу В это время лайнер начинает крениться вправо Вода поступает в новые отсеки Вся вода, которая в течение 25 минут заполняла участки со стороны левого борта, теперь перетекает направо В Конкорде опасно крениться на другую сторону Я обнаружил, что скольжу по полу Поднимаясь вверх, мне приходилось держаться за перила, потому что судно накренилось под невероятным углом Мы бросились к верхним палубам и столкнулись с людьми Они сказали, успокойтесь, присядьте, все будет нормально С капитанского мостика наконец объявлено об аварийной ситуации Вдруг мы услышали первую официальную тревогу Всем пройти на место сбора Сигнал бедствия, всем собраться у спасательных шлюпок Выражения лиц членов экипажа резко изменились Все будто бы в кино, ощущение полной нереальности Но это было Марк и Сара Плата из Литл Рок Арканзас спали в своей каюте, когда прозвучал сигнал тревоги Проснувшись от объявлений, я тут же начал натягивать одежду Сказал, надо выйти из каюты и пройти к месту сбора Тогда Сара поняла, что происходящее не шутки Всем пройти к месту сбора, к месту сбора Во время чрезвычайного положения пассажиры обязаны собраться в месте сбора На Конкорде оно расположено рядом со шлюпками, на четвертой палубе Новые пассажиры должны пройти инструктаж, чтобы знать, куда идти Инструктаж на лайнере Коста Конкорде был назначен на утро следующего дня Он так и не состоялся Всем пройти на место сбора Для нас это объявление ничего не значило Мы не знали, куда идти Все бежали, и мы побежали Надеясь выбраться с лайнера К счастью, нашлись люди, которые знали дорогу и провели нас к месту сбора Молодожены Дэвид и Денис Саба Наконец приходят к месту сбора на правой стороне четвертой палубы Внимание, ситуация под контролем Сохраняйте спокойствие Сотни людей уже собрались на месте, ожидая дальнейших указаний Я спросила одного из членов экипажа Почему мы не садимся в шлюпки? Чего мы ждем? Она ответила Мы ждем команда капитана садиться в шлюпки Сохраняйте спокойствие Ситуация под контролем Экипаж Конкорде изо всех сил пытается поддерживать порядок Сохраняйте спокойствие Царил настоящий хаос Все были в ужасе Под влиянием ветра, дующего со скоростью 42 км в час судна, относят обратно к острову Как раз в это время передняя часть лайнера приближается ко дну Этот поворот обозначает место, где судно будет садиться на мель И только тогда капитан дает команду покинуть лайнер Капитан отдал команду садиться в шлюпки, и все бросились к ним Люди кричали в ужасе Каждый хотел попасть в шлюпку первым На борту 26 спасательных шлюпок Каждая рассчитана на 150 человек Согласно правилам, все должны покинуть судно в течение получаса После того, как отдана команда Целая толпа и со всех сил пытается пробраться сквозь узкий проход к лодкам Люди поднимают детей над головами, словно говоря другим Вот почему именно я должен попасть в шлюпку Первыми женщины и дети Это неофициальное правило Согласно современным исследованиям, лучше, если семья держится вместе Я сказала Дэвиду, я не пойду без тебя Я взяла мужа за руку и пошла вперед Дэвиду и Денису удалось попасть в шлюпку Дэвид снова включает камеру Не снимайте, выключите камеру На шлюпках нет света, так что ничего не видно Денис очень испугалась Я старался успокоить ее и сказал Обещаю, ты не умрешь здесь Но мне тоже становилось страшно Шлюпки по правому борту готовы к отплытию Шлюпку отцепили, мы все повалились в сторону и закричали Это было просто ужасно Это был просто кошмар Лодка упала и в животе все подпрыгнуло В этот момент я подумал, что нам конец Вдруг мы услышали всплеск Это было потрясающе Это означало, мы спасены 23 часа Когда первые шлюпки отплыли от лайнера Пассажиры поняли, как им повезло Я оглянулась на людей, оставшихся позади Не всем удалось покинуть судно Для тех, кто остался на борту, вечер обещал встать не из приятных Крушение Конкордии Свежий взгляд изнутри Январь 2012 года Часть корпуса Конкордии покоится под водой на скалистом рифе Лучшие аналитики Академии Массачусетса выяснили, что судно переворачивалось, увеличивая крен В данный момент стальной корпус почти на 8 метров погружен под воду Судно начнет вращаться, наклоняясь вправо В течение следующих 30 минут Конкордия сильно наклонится в сторону Находящиеся на борту люди не подозревают о неминуемой опасности На верхнем ярусе семья Ананайс наконец забирается в спасательную шлюпку Мы подумали, все хорошо, теперь мы в безопасности Но их дочь Вэллери боится, что они опоздали У меня было странное чувство Я говорила, лайнер слишком сильно наклонился Мы под большим углом Как же шлюпку спустят на воду? Большинство современных спасательных шлюпок спускаются на воду благодаря силе тяжести Когда судно сильно кренится на одной из сторон Спасательная шлюпка резко начинает скользить по обшивке корпуса судна У них были длинные палки, чтобы сталкивать шлюпки с судна Но при таком большом угленоклоне делать это было небезопасно Всем, кто находился на поврежденных шлюпках, отдана команда возвращаться на судно Что делать, когда вам говорят покинуть спасательную шлюпку и вернуться на лайнер? Конкордия все сильнее кренится к правому борту Наконец вода попадает на палубу со шлюпками Судно наклоняется еще на несколько градусов А потом переворачивается окончательно Семья Ананайес находится на полпути, а судно еще сильнее кренится в сторону Выбраться невозможно, поверхность слишком наклонена Я посмотрела на Дина, и он сказал, Джорджия, это конец За один час сорок пять минут, прошедшие со времени столкновения Конкордии с рифом Судно покинуло четыре тысячи двести пассажиров и членов экипажа С береговой охраны на поиски тонущего лайнера отправлен вертолет Для поисков в темноте пилоты используют инфракрасные камеры Но им так и не удается найти судно Они ищут круизный лайнер, который должен находиться на плаву И не готовы к тому, что их ждет В это время судно прочно застряло на мели Оно не двигается и продолжает крениться Вода начинает заливать его с правого борта, отчего он еще больше переворачивается Судно в ненадежном положении Сотни людей пытаются выбраться с него Среди них Марк и Сара Платт Они ждут своей очереди на нижней стороне четвертой палубы, но шлюпок больше нет А судно быстро идет ко дну Вода уже почти в трех с половиной метрах под нами Судно медленно кренится и идти уже почти невозможно Все заполняется водой Из-за сильного крена судно невозможно посадить в шлюпки людей, находящихся на нижней стороне четвертой палубы Последняя надежда на спасение умирает Им приходится спасаться самим На принятие решения было не более 30 секунд, и я сказал, надо прыгать Первый приступ паники случился у меня, когда я забралась на перила и прыгнула в воду У меня захватило дух, вода была очень холодная А потом Марк прыгнул за мной И мы начали плыть как можно быстрее И все 200 оставшихся человек стали прыгать в воду вслед за нами Мы думали, судно приблизится, перевернется и накроет нас или утянет за собой под воду Я обернулся посмотреть на палубу, на которой мы стояли, и увидел, что она почти ушла под воду За считанные минуты вода накрыла четвертый, пятый этаж Судно быстро тонуло Супругам предстоит плыть до берега более 90 метров Темно, температура воды 15 градусов по Цельсию В таких условиях всего за час можно умереть от гипотермии Пока они добираются до берега, судно продолжает крениться Тех, кто не смог или не захотел прыгать, накрывает водой Неизвестно, сколько людей погибло в эти минуты В то время как вода заполняет нижние палубы Семья Ананаяс, не имея возможности выбраться с судна, готовится к худшему Очень страшно думать о том, что скоро умрешь Мы начали молиться, просто читали молитву и прощались И тут, откуда ни возьмись, появилась лестница На пассажиров падает канатная лестница Она ведет на верхний ярус судна Когда появилась лестница, мы чуть с ума не сошли Все закричали, начали толкаться, чуть не поубивали других, пытаясь забраться на лестницу Это был настоящий ад Один час сорок пять минут С момента столкновения прошло четыре часа Сотни людей по-прежнему продолжают страшную схватку за жизнь Карабкаясь по стороне корпуса к спасательным шлюпкам Среди них семья Ананайс Они взобрались на верхнюю часть судна по канатной лестнице Было так высоко, что я не видела дна Когда мы спускались по стороне лайнера, то держались за толстый канат, чтобы не упасть во время движения Если бы кто-то из нас поскользнулся, это могло означать конец для всех Представьте, что вы карабкаетесь по стене небоскреба в полной темноте Ощущения схожие Когда семья наконец добралась до Ватерлинии, им предстоял леденящий душу прыжок Люди раскачиваются вверх-вниз примерно на два метра И в них надо как-то запрыгнуть Можно удариться о шлюпку головой А если она отклонится в сторону, и вы упадете в воду, шлюпка, возвращаясь, ударит в вас Если каждую секунду думать о последствиях, ничего не сделаешь Не сможешь двигаться, просто замрешь В этот момент я увидела людей в шлюпке и поняла, что должна, что мы должны тоже попасть туда Выхода не было, пришлось действовать Семья прыгает в спасательную шлюпку Они направляются к берегу Почти шестичасовое испытание подошло к концу Ночь с 13 на 14 января подходит к концу Выжившие продолжают снимать происходящее на камеры Становится очевиден масштаб катастрофы Лучшие адмиралы из США исследовали данные и выяснили, что все могло быть намного хуже Как правило, такая катастрофа — результат целой цепочки ошибок, которые приводят к столкновению судна с камнем Теперь становится ясно, катастрофа началась в тот момент, когда Конкордия входила в узкий пролив рядом с островом Джильо Морское дно круто поднимается, а лайнер идет на полном ходу Лайнер идет со скоростью 15 узлов, это почти 30 км в час Безопасная скорость для судна в море, но не для судна, проходящего в 200 метрах от земли Из-за невозможности вовремя повернуть на такой скорости судно наталкивается на камень, что создает брешь в корпусе Если бы судно шло медленнее, они могли бы отделаться крупной царапиной На капитанском мостике царила паника Капитан не дает команду пройти к спасательным шлюпкам вовремя А это могло предотвратить панику, возникшую после объявления покинуть судно Капитан отдает команду покинуть судно более часа спустя, после столкновения с камнем Сядьте! Тысячам людей удалось спастись, но налицо недостаток подготовки На эвакуацию понадобилось на 5 часов дольше, чем предписывают судовые инструкции Инструктаж был запланирован на следующее утро, но он так и не состоялся Спустя три недели после крушения требований изменить закон об инструктаже уже приняты во внимание Теперь все круизные лайнеры обязаны проводить инструктаж еще до того, как отправиться в плавание Владельцы Конкордии и компании Коста Крачер обсуждают условия выплаты компенсаций и усиления мер безопасности В заявлении, сделанном вскоре после крушения, сказано Компания в ужасе от трагедии Мы выражаем искренние соболезнования и молимся вместе с семьями жертв катастрофы Мы будем полностью содействовать расследованию причин произошедшего В заключении было сказано Компания обязуется не допускать подобных происшествий в будущем Главным приоритетом была и остается безопасность наших гостей и экипажа Продемонстрировавших изумительное мастерство, храбрость и самопожертвование Несмотря ни на что, большинству пассажиров и членов экипажа удалось спастись Мы все еще потрясены, это была ужасная трагедия Мне казалось, произошло чудо, нам повезло Я благодарна Богу за каждый прожитый день Эту пятницу 13-го я не забуду никогда Никогда Мне повезло так, как никогда в жизни Всего погибло 32 человека Но проведенное расследование показало, что жертв могло быть намного больше После столкновения с камнем Лайнер относит в открытое море на глубину более 100 метров Специалисты считают, если бы судно тонуло там, жертв было бы намного больше Это было счастливое спасение Если бы судно не столкнулось с рифом, оно бы перевернулось и в конце концов затонуло Если бы судно тонуло в открытом море, все люди оказались бы в океане И спасти их было бы очень трудно Потери составили бы сотни или даже тысячи жизней Анализ специалистов показал, свою роль сыграл случай Если бы ветер дул не по направлению к берегу Конкордия бы стала Титаником 21-го века Сегодня инженерам тоже понадобится немного удачи Все внимание приковано к спасательной операции Как поднять искорюженное судно весом в 140 тысяч тонн и придать ему вертикальное положение А затем безопасно провести его вдоль скалистой береговой линии Крушение Конкордии Свежий взгляд изнутри Спустя год после крушения у берегов Италии Лайнер Коста Конкордии все еще находится в центре внимания Это первый случай в истории Еще никогда такой огромный лайнер не поднимали со дна целиком Это самая масштабная операция по поднятию судна за всю историю человечества Коста Конкордия — огромное сооружение Мы постараемся сдвинуть объект размером с небоскреб Операция очень рискованная Судно лежит на опасном склоне Если оно начнет двигаться, то скатится по склону на глубину Тогда провести работу будет намного сложнее Главное — не дать судну хоть немного сдвинуться План обманчиво прост Вытянуть лайнер наверх Используя тросы И закрепить по обеим сторонам воздушные ящики Затем снять Конкордию с мели и отбуксировать Как под водой, так и на ее поверхности команда работает, не покладая рук Это крупнейшая операция по поднятию судна за всю историю человечества И самая опасная Водолазы рискуют жизнью Лайнер может сдвинуться в любое мгновение и утянуть их за собой под воду Другие водолазы работают, обеспечивая безопасность местной флоры и фауны Одна из задач этой операции — сохранить объекты природы, чтобы не причинять вреда береговой линии Поэтому необходимо поднять судна целиком Огромных редких мидий, которые расположились прямо под корпусом Конкордии, перемещают в безопасное место Чтобы сделать судно как можно более легким и поднять его, техники избавляются от всего, что можно Водяная горка из бассейна отправляется в металлолом Но опасность сохраняется Если лайнер расколется надвое, это станет настоящей морской катастрофой Эта операция — настоящее испытание технического мастерства У команды только одна попытка Клан таков Судно временно закрепляется 16 тросами Они, в свою очередь, прикрепляются к ящикам, затопленным на дне Тросы проходят прямо под корпусом И ящики привариваются с левой стороны Инженеры хотят создать бетонный фундамент под центральной частью судна Для создания этой основы понадобилось более 18 тысяч тонн цемента Мы хотим укрепить центральную часть судна, чтобы оно не раскололось надвое Специальный морской кран разместит на дне огромные платформы Которые создадут стальную основу для судна Чтобы добиться успеха, нужно сделать следующее Кран опустит огромные воздушные ящики, гигантские поплавки На часть лайнера, находящуюся на поверхности Затем их приварят друг к другу Их высота — 33 метра Для сравнения, это примерно высота 11-этажного здания Каждый ящик весит примерно 600 тонн Стали в этих ящиках хватит на постройку двух судов Эти ящики нужны для того, чтобы поднять лайнер со дна Их размер обеспечит степень плавучести, необходимую для поднятия этого огромного судна Эти поплавки — как спасательный жилет Они удержат на поверхности судна, которое уже не способно плавать самостоятельно Гидравлические блоки и гигантские тросы прикрепят к верхней части ящиков Диаметр тросов сравним с диаметром фонарного столба Потом настанет момент истины Думаю, самый рискованный этап операции Огромный корпус «Конкордии» поднимут вверх и установят на стальных платформах Тросы натянутся Понадобится максимальная точность и осторожность Вся операция может занять два дня Чтобы придать судну устойчивость, тросы, проходящие под корпусом, также натянуты Самое страшное и опасное во всей операции — то, что один из тросов может лопнуть Тогда они начнут рваться друг за другом Если все тросы оторвутся, судно начнет опять идти ко дну Придав судну вертикальное положение, техники приварят еще несколько воздушных ящиков с правой стороны Когда насосы выкачают воду из ящиков, судно должно медленно подняться Если команда по поднятию все сделает правильно, «Конкордия» сможет, наконец, покинуть остров Подобные операции словно соревнования на суперкубок для инженеров Такая возможность предоставляется всего раз в жизни Спустя более года после трагедии техники проведут самую масштабную операцию по поднятию судна в мире Рискованную и дорогостоящую, но они намерены добиться успеха Программа озвучена студией АРК-ТВ Текст читал Александр Гаврилов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова